Смотрим на герцы и мы смотрим на выходное давление. У нас всё работает. Всё работает, а значит в домах Менчан есть вода. Если же поломка, Наталья Чижа должна оперативно её обнаружить, исправить или вызвать аварийную службу. От квалификации машиниста насосных установок зависит, как быстро это будет сделано. Высший пилотаж — это когда люди даже не успевают заметить аварию. Ответственность она чувствуется, потому что, как бы то ни было, здесь на этой станции один и очень большое хозяйство. Но если успокоиться и разобраться, то можно справиться. Наталья — представитель большой трудовой династии. Уже три семейных поколения неразрывно связаны с Минскводоканалом. Общий стаж работы на котором приближается к 100 годам. В семье есть инженер, электрик, технолог, водитель. Почётная же роль у Веры Тиханской. Сегодня она на пенсии, но о родном предприятии не забывает. И выходные, и праздничные. Мы были вместе, организовали культурно-масса мероприятий. Я всё равно люблю своё предприятие, я помню его. Я стараюсь где-то что-то надо помочь, и по звонкам, и бываю на нём. И я — это мой второй дом. Чествование трудовых династий — одна из первомайских традиций. Её белорусские профсоюзы и поддерживают, и развивают. Внук постарается быть лучше, чем дед. А деду будет очень приятно, что внук добился больше. Вот в этом очень хороший, глубокий закладывается смысл. Ну и самое главное, что не теряется лучшее, а всё лучшее продолжается и накапливается. Это очень важно, когда это происходит именно в семье. 1 мая — праздник труда и весны. Для профсоюзов это и начало трудового года, и подведение итогов. Практически в камерной обстановке Дворца культуры профсоюзов отметили лучших в профессии и наметили задачи на будущее. Те же, кто навсегда остался верен идеалам коммунизма или непременно должен чувствовать локоть товарища, вышли к памятнику Ленина, чтобы отдать дань памяти вождю пролетариата. И даже проливной дождь не стал помехой для хорошего настроения. Для нас праздник имеет очень большое значение, потому что мы выросли на идеалах. И для нас он очень важный, потому что мир, труд, май — это наше где-то, наверное, воспитание, наше чувство патриотизма. Праздник 1 мая — это праздник неприходящий, потому что он символизирует труд, который является основой всего того, что создает человечество, как материальных, так и духовных благ. От поколения к поколению отношение к 1 маю меняется. Для одних это ностальгия, общение с единомышленниками, для других — лишь советская традиция из прошлого, которая, тем не менее, служит напоминанием о социальной справедливости, уважительном отношении к труду, ценностях, актуальных всегда.